Чуть-чуть подожди, пускай он остынет, вы все равно помиритесь. Честно сказать, я насчет этого вообще не задумался, прям нулевое понятие было. Тебе идти в ребенок, тебе нельзя смотреть, я просто не знала, что делать. Если мы сейчас составим дело, ты напишешь заявление, и мужу хуже будет, и тебе хуже будет. Все такие думали, что она немножко, пару часов, два-три часа, и там такой график висит на три дня, с утра до вечера, мы такие. Блин, это же на весь день, я же умру здесь вообще. На следующий день я уже такая, другим человеком, что я себя ощутила. Я познакомилась с другими людьми, у которых разное мышление. И для меня первый день прошел просто как минута, очень запомнился. То, что проявляется именно неравенство, это заключается именно в самом человеке, который позволяет к нему относиться никак к равному. Бывает, вы встречаете человека, который, может, по социальному статусу выше, скажем, по доходам. Он это себе может позволить, но почему мы этого не можем себе позволить? Вместо того, чтобы найти выход и самому добиться тех же результатов, мы пытаемся оправдать свою слабость тем, что этому человеку просто дано свыше. Честно сказать, я насчет этого вообще не забывался. Прямо нулевое понятие было насчет слова «гендер». Я многое открыл для себя, и у меня очень, получается, уже взгляды изменились на вот это все, на гендер. То, что уже ты знаешь, о чем речь идет. То есть, получается, гендерное несилие, это у нас в каждом шагу, получается. Да, я сталкивалась с этим много раз. В любой семье частичка семейного насилия все равно есть. Просто раньше к этой проблеме я к ней относился так более лояльно. Я знал, что она существует, но не в таком масштабе, да? Даже если это, скажем, относится к ребенку, он не учит уроки, и мы подходим и начинаем его «учи, почему ты не учишь?». Вместо того, чтобы помочь, подсказать, узнать проблему, помочь решить ее, вдруг преподаватель не очень хорошо к нему относится, он из-за этого не может вникнуть, скажем, во время урока в саму тему. Да, вместо этого, вместо поиска, скажем так, причин и решения ее, мы просто пытаемся, скажем так, загдобить ребенка. Баруизм, кулчи, да, такой, анан-ан-ан-ан-клам, анан-ан-бар-келевица, гутюп-турги, вот и вот. И это тоже, скажем так, такая тема, которая все равно в любом человеке будет откликаться так или иначе. Я об этом как-то не думал, ну, бьет и бьет, ну, и что поделать. И потом, когда мы пришли на тренинги, начали это все обсуждать, я так немного призадумался, ночью лежал, думал, блин, это же действительно существует, с этим надо что-то делать. Я ездила в гости, я все это наблюдала, и я никак не могла повлиять на ситуацию, потому что мне просто-напросто, типа, иди ты, ребенок, тебе нельзя смотреть, и я просто не знала, что делать. А сейчас, когда осмысливаю эту проблему, то я начинаю шире, да, размышлять над этим, типа, это же насилие. Бывают люди, которые, скажем так, насилие ради насилия, им не нужно оправдание, они просто причиняют насилие. А другие люди, они просто пытаются оправдать свое недостойное поведение какими-либо, скажем так, уловками, той же фразой, мы же кыргызы, как без этого? Да, мы кыргызы, но мы такие же люди, мы не должны оправдывать это принадлежностью к чему-то. Люди просто не верят в силу справедливости. Они точно уверены, что они не помогут, что их будут осуждать, и все равно они будут принимать какие-то решения. Страх быть непонятым или отвергнутым в том обществе, куда ты пошел с этой проблемой, то, что тебя могут там просто не понять. Они думают то, что если человек выше статуса, он связями либо деньгами это все перекроет, перекроет на свою сторону. Чуть-чуть подожди, пускай он остынет, вы все равно помиритесь, будете жить долго и счастливо. Зачем тебе это нужно? Если мы сейчас составим дело, ты напишешь заявление, ему же хуже будет, и тебе хуже будет. Как помочь вообще человеку? Не пытаться спрятаться в панцире, просто создав из себя жертву и все, да? То есть мне никто не поможет, я никуда не могу обратиться, ничего такого. Если человек постарается, если еще и найдутся люди, которые его поддержат, ему помогут, найдут способы, найдут пути, то справедливость, она такая вещь, которая может восторжествовать, и она восторжествует в итоге. И, скажем так, протянутой руке другая рука все равно потянется. Зачем нам новая квартира? Мне же есть форма, в своей квартире. Какое это уже у вас опоздание? Сколько можно? Были дела, из-за которых я забежала. Вот люди, у меня тоже семья, у всех семья, все вовремя пришли. Я постараюсь не опоздать. Все, надеемся. Было очень интересно, увлекательно. Я сумел побороть, так скажем, страх. Вот еще один плюс, то, что мне форм-театр помог. Было интересно наблюдать за реакцией публики, а также за самой игрой наших всех участников. И принять участие было очень полезно для меня. А для меня это будет играть очень большое значение, так как я обучаюсь на юриста. И какой бы сфере я ни была, в любой сфере столкнутся именно проблемы, где нужна будет помощь именно по гендерным каким-то вопросам. Я хочу помогать людям. Не все так уж и сложно, любой страх можно победить. Мне кажется, нужно сначала начинать с себя, со своего саморазвития, чтобы ты мог здраво взглянуть на эту проблему, чтобы потом ее в конечном итоге решить. Начав менять себя, я уже потихоньку пытаюсь изменить ближайшее свое окружение. Ближайшее окружение – это вот братишку, может, к сестрам своим немного отношения меняю, когда они ко мне что-то проявляют. В их профессиональной деятельности те знания, которые они получили, им очень пригодятся. И, возможно, помогут им быть более чувствительными, более продвинутыми, более профессиональными и создавать условия для новых качественных услуг в этой области для населения. Так и в целом для них лично, для каждого из них, это возможность апеллировать каким-то более серьезным научным данным к праву как таковому, правам человека. Поэтому, конечно же, для них это был очень и очень полезный проект. И он такой практичный. То есть в дальнейшем они действительно будут использовать эти знания. Редактор субтитров А.Семкин